Всем привет! Продолжаем рассматривать советы по эффективному использованию языка C++. И у нас очередной совет от Скотта Майерса из книги «Эффективный современный C++» 42 по рекомендации... 42 рекомендации по использованию C++11 и C++14. И данный совет говорит следующее. Предпочитайте перечисления с областью видимости перечислением без таковой. В качестве общего правила объявление имени в фигурных скобках ограничивает видимость этого имени областью видимости, определяемой самими этими скобками. Но не так дело обстоит с перечислениями в C++98. C++98. Вот такие вот есть перечисления. Имена в таких перечислениях принадлежат области видимости, содержащей NM. То есть вот этой всей области видимости. А это означает, что ничто иное в этой области видимости не может иметь такого же имени. Вот в данном случае вот у нас пример. Есть перечисление, называется еще без области видимости. Вот. И у нас перечисление black, white и red. И мы уже не можем создать переменную с таким же именем в этой области видимости. Мы получим ошибку компиляции. Более, более, более того, мы не сможем создать. Здесь может быть color 1, какой-нибудь там color A, а здесь color B. И у них могут пересекаться имена. Но они могут иметь различные значения. Мы же можем присваивать какие-то там 90, а здесь по умолчанию там 0. Вот. Соответственно и здесь мы получим ошибку. Вот. И раньше в старом стиле нам приходилось оборачивать вот это все там. Call B, к примеру, black. Call B, white и т.д. и т.п. То есть очень много надо было делать писанины, придумывать костыли. В C++11 уже появились перечисления с областью видимости. Ну, сейчас об этом мы поговорим. Эти перечисления еще иногда называют классами перечислений. Ну, потому что после слова enum еще пишется вот такое слово class. Вот class, color. Вот. И давайте так и оставим. Теперь, добавляя слово class после слова enum, мы получаем, мы объявляем перечисления с областью видимости. И вот теперь эти имена black, white и red ограничены областью видимости color. То есть теперь, авто, мы можем уже создавать переменную. White равно false. Вот. И никакой ошибки компиляции у нас уже не будет. Теперь. Теперь, теперь давайте объявим переменную. Color. И присвоим ей white. white. Попробуем собрать, мы получим ошибку. Почему? Потому что это имя white, оно неизвестно. Чтобы оно было, нам нужно четко указать, из какой области видимости это имя. И вот, соответственно, так как у нас уже есть перечисление с областью видимости, мы делаем вот таким вот образом. Указываем нашу область видимости color. 4 точечки и указываем, что это white. И теперь никаких проблем нету. И у нас вот эти имена ограничены четко в color. Соответственно, можно еще тонну перечислений создать, в которых будут совпадать вот эти вот имена. Так вот, снижение, загрязнение пространства имен, обеспечиваемое применением перечислений с областью видимости, само по себе является достаточной причиной для предпочтения таких перечислений их аналогам без областей видимости. Кроме всего прочего, перечисления с областью видимости имеют и второе убедительное преимущество. Они существенно строже типизированы. То есть мы можем еще указать, какого типа это будет перечисление. То есть в языке C или C++ 98, эти перечисления, как обычно, типа не имели. Мы не могли указывать. И обычно это был int, но компилятор мог выбирать тип для этих перечислений сам. Ну давайте вот я уберу класс, вернемся к старому типу перечислений. И, например, int a равно там 0. И мы можем делать вот такую штуку a, если a больше black. Вот. У нас здесь уже неявно происходит конвертация в int. Более того, может быть даже и вот такое. Double. И вот здесь тоже никаких ошибок, компиляции, никаких предупреждений. Это старый стиль. То есть здесь происходят всякие у нас конвертации. Когда же мы добавляем перечисления с областью видимости, то вот такие вот неявные преобразования запрещены. То есть нам нужно делать это явно. То есть ошибку мы уже допустить не сможем. Потому что когда мы явно, так сейчас, явно это укажем, то вряд ли мы явно можем случайно написать вот явное преобразование. Нет. Вот, соответственно, при каких-то ошибках, когда мы можем не увидеть какой тип, к примеру, вот этой a, нам компилятор сразу же скажет об ошибке, что друг, это у нас разные типы. И если так нужно в программе, нам нужно явно сделать преобразование. То есть приведение типа. Ну, это у нас был осишный стиль преобразования, приведение типа Double. А в C++ для этого лучше использовать C++-овыми способами. Статик для исполнения своих грязных делишек. Вот. Double. Double. И вот здесь мы укажем, что мы приводим. И теперь у нас все то же самое. Вот. Итак, по поводу типов. Тип вот этого вот перечисления. Обычно int. Обычно, но не всегда. Каждое перечисление без области видимости имеет целочисленный базовый тип, который определяется компилятором. Соответственно, в этом случае компилятор может выбрать int, а может выбрать и char для того, чтобы уменьшить количество потребляемой памяти. Потому что он увидит, что у нас здесь всего лишь три значения. И он может сделать вывод, что это у нас целочисленное значение. Но если же мы напишем что-то вот такое. Unfinet какой-нибудь. И равен. Раз байт, два байт, три байт, четыре байта. Вот. То в этом случае у нас компилятор, скорее всего, выберет int. Целочисленное значение. И возможно unsinet. Возможно. Вот. Но может быть и char выберет. Потому что есть платформы, где char состоит из 32 битов. То есть для эффективного использования памяти компиляторы часто выбирают наименьший базовый тип, которого достаточно для предоставления значений перечислителей. В некоторых случаях, когда компиляторы выполняют оптимизацию по скорости, а не по размеру, они могут выбрать не наименьший допустимый тип. Но при этом они определенно захотят иметь возможность оптимизации размеров. Вот. Кроме всего прочего, в C++11 перечисления с областью видимости могут быть объявлены предварительно. Ну, что-то вот по типу такого. То есть это у нас старый стиль. И здесь немножко нужно поиграться, сделать дополнительную работу, чтобы сделать объявление, перечисление предварительно. То есть перед тем, как где-то это перечисление уже будет объявлено. Точнее определено. В новых же перечислениях это уже не обязательно. И достаточно просто предварительно объявить это перечисление. Так, так, так. Outside. Окей. А, да. Кроме всего прочего, если у нас будет переполнение по типу, то у нас компилятор об этом скажет. Вот смотрите. То есть в данном случае по умолчанию перечисление с областью видимости имеет базовый тип integer. Соответственно, вот здесь у нас вот это вот значение выходит за границы integer. Потому что здесь у нас представлено целочисленное значение. Вот здесь уже у нас, скорее всего, нечего целочисленное. Так вот, мы можем указать тип нашего перечисления. Когда после имени типа мы напишем, что же за тип будет. Ну, в данном случае давайте проверим еще раз. Попробуем собрать. Как мы видим, ошибка. Окей. Тогда мы пишем unsigned int. Мы указываем, что это перечисление имеет тип unsigned int. И попробуем собрать. И теперь все у нас отлично. Кроме того, предварительное объявление перечисления без его использования, ну, к примеру, вот то, что я сейчас напишу, это какой-нибудь заголовочный файл. И вот здесь у нас используется перечисление вот этого вот типа. Вот, к примеру, вот такое. Так вот, у нас позволяется предварительное объявление. И, кроме всего прочего, если у нас в самом перечислении, там, где будет уже определение его, добавится некое какое-то значение, то это не будет требовать перекомпиляции всего проекта и всех функций и модулей, в которых содержатся, то есть, вот эти вот перемены. То есть, для этого нужно будет только пересобрать только те функции или те модули, в которых там это новое значение будет использоваться. То есть, к примеру, к примеру, a, b. Вот, и если, смотрите, функция у нас уже проект большой, и уже собраны и объектные файлы, и библиотеки, и все. И на самом-то деле, функция f, ну, мы добавляем там третье имя, да, в наше перечисление. Но функция f, к примеру, она не использует в своем коде вот этого вот имени. Соответственно, перекомпилироваться она не будет. Вот, потому что многие очень сильно не любят в языке C++ то, что при небольших изменениях иногда начинает пересобираться полностью весь проект, полностью все объектные файлы. Но с этим можно бороться, правильно используя язык. Вот. Так вот, думаю, на сегодня все. То есть, мы основные преимущества обсудили и советы по использованию перечислений с областью видимости. И давайте подытожим, что следует запомнить. Ну, об этом пишет Скотт Мэйерс. Перечисления в стиле C98, C++98 в настоящее время известны как перечисления без областей видимости. Далее. Перечислители перечислений с областями видимости видны только внутри перечислений. Они преобразуются в другие типы только с помощью явных привидений. Дальше. Как перечисления с областями видимости, так и без таковых указаний базового типа. Базовым типом по умолчанию для перечисления с областью видимости является int. То есть, для вот этих перечислений, если мы явно не укажем какой тип, то он будет int. Без областей видимости обычно это может быть int, но компилятор может выбирать этот тип сам. Перечисления с областями видимости могут быть предварительно объявлены. Перечисления без областей видимости могут быть предварительно объявлены только если их объявление указывает базовый тип. Ну, давайте все-таки объявим перечисление без области видимости, то есть предварительное объявление, то есть forward declaration. Я вот здесь поставил флажок, что собирать по правилам C++98. Вот, чтобы вы не думали, что я вас обманываю. И теперь, ну давайте, давайте попробуем вот это собрать должно. Что-то оно не ругается. Рыбил, так, этот класс уберем. То есть, предварительное объявление, перечисление в старом стиле C++98 возможно, только если мы явно укажем какого-то типа. То есть, как бы в C++98 вот такие перечисления типа не имеют по умолчанию. Но если мы явно укажем в предварительном объявлении, то все можно. Хотя нет, я вас обманул. Вот. Вот я включил 98 стандарт и не получается легко это сделать. То есть, с помощью там MacroSav в результате очень многих костылей. Либо же можно в компиляторе вот включить дополнительную вот такую опцию. Но это небезопасно. Небезопасно. Потому что, потому что, вот. Соответственно, ну его нафиг. Я решил уже эти макросы здесь не приводить. Как это делать? Вот. Предварительное объявление в C++98. Перечисление. Поэтому лучше пользоваться перечислениями с областями видимости. Вот. Еще раз так вот соберем. Класс. И все у нас будет хорошо. Здесь компилятор нам подскажет, какие нам опции и т.д. и т.п. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok